Когда беседуешь с Серёром Дмитриевичем, это не тот человек, который будет жестикулировать руками, фонтанировать какими-то выражениями, но его отсутствие вернисажного лоска в нём, как в художнике, оно полностью перекрывает всю ту глубину человеческую, которая в нём есть. И это действительно интересное, уникальное явление. Поэтому если можно про кого-то сказать, что он настоящий художник, то это Илья Лиханов. Илья Дмитриевич Лиханов. Дальневосточный художник, выпускник художественно-графического факультета Санкт-Петербургского педагогического института имени Герцена. По национальности «Эвенг». Родился на Дальнем Востоке в селе Чумикан. В 1988 году переехал в Нанайское село Сикачиалян Хабаровского края. Талант художника отмечали известные педагоги живописи и искусствоведы. Звали остаться на Западе. Илья Лиханов отказался. Предпочёл жить и работать в Сикачи-Аляне. Работы Ильи Лиханова хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, а также в фондах Дальневосточного художественного музея, где открылась выставка мастера. В музее решил сделать выставку и помогли мне в этом деле. Собирали в течение трёх лет, наверное. Ну и в частных коллекциях тоже много работ. Ну и собралось вот на целую выставку. А вы вообще любите выставки? Вот такие моменты публичности, когда нужно встречаться с людьми, когда люди приходят смотреть на ваше творчество, когда нужно общаться с публикой? Нет, я не особо, не люблю. Но выставки делать надо, потому что надо определяться в этом самом деле. Ну, план устроить на будущее, потому что выставка выявляет ошибки. Ну, так скажем. Выставка действительно получилась очень разнообразной. И справедливо будет начать как раз символ этой выставки – пейзаж с водкой. Мы разместили его на пригласительных материалах, на промо-материалах, как раз на афишах, потому что, на наш взгляд, это один из самых таких собирательных, будем говорить, одна из собирательных работ. Почему? Потому что здесь видно и поэтику света этого художника, благодаря которой его называют дальневосточным Гогеном или Ван Гогом. Да, и хорошо видно вот тот особый экспрессионизм, который он вкладывает и в технику наложения мазков. Да, это очень хорошо видно, они такие объемные, то есть видны такие некоторые шероховатости. Как раз чувствуется, с одной стороны, характер, который даже, например, в беседе с художником может, на первый взгляд, не проявляться. И чувствуется вот этот необычный подход, то есть ленинградская или питерская школа уже поздняя. И как раз вот эти европейские нотки здесь, наверное, ну не то чтобы наиболее всего, но очень ярко ощущаются в его произведении. И несколько иначе ощущается Натюрморт. Это действительно художник широкого профиля, потому что мы замечательно видим, как он раскрывается в пейзаже. В Натюрморте он здесь работает в технике пастели, акрила. И если его пейзаж – это такой пейзаж на разворот, то есть он энергетикой своей как будто бы заряжает, выталкивает тебя, она идёт из центра картины, то пастель, она наоборот получается сжатая, собранная. И в каждом из этих предметов также чувствуется чуть ли не какая-то человеческая персоналия. Как долго вы работаете над какой-то картиной? В зависимости от настроения, ну, в пределах где-то месяц, может, два. Не могу слишком долго. Долго – это нудно. Глядя на ваши работы, кажется, что вы очень жизнерадостный человек. Да, всё обманчиво. Вас называют нашим местным Бангогом. Вы, наверное, об этом слышали. Знаете? Должны знать. За подсолнухи в том числе вас так величали. Расскажите, вам приятно это слышать или всё-таки… Да мне как-то всё равно. Не очень мне это, конечно, подуши. Ну, назвали так назвали, что-то поделали. Вы пишете на заказ. Бывает, что приходят люди, просят о чём-то. Ну да, было дело с подсолнухами. Потом целая серия подсолнухов ушла. Ощущение какого-то европейского зала здесь создаётся. Здесь у нас есть и примеры того, собственно, почему его называют дальневосточный Гоген. Это красные портреты, такие лишённые чётких форм, больше тяготеющие к плавности, к плавности линий, вот к этой экспрессии, вот к той самой гаитянской какой-то магии, которая передавалась в работах Гогена. И рядом же мы видим подсолнухи, ну, вряд ли, конечно, это цитата или омаж, но, тем не менее, вот это ощущение солнца, да, пускай солнце в таком горшочке, в вазе, который здесь мы видим, оно было сильно и у самого Ван Гога, который пытался смешивать краски синий, жёлтый, искать что-то новое. У Ван Гога в то же время очень много работ, связанных с внутренними переживаниями, с внутренней депрессией. И в этом плане, наверное, Илья Дмитриевич Лиханов, он всё-таки несколько отличается от авторского стиля Гогена и Ван Гога тем, что всё-таки его работы больше аналитичны. То есть здесь уже не столько проявляется экспрессия, сколько проявляется собственное отношение к предмету. Это тоже интересно, но подсолнухи, так или иначе, такая информация к размышлению, это очень частые гости Илья Дмитриевича Лиханова в его живописных работах. Быть может, это, да, характер, который тоже тяготеет к солнцу, характер, который тяготеет к гаражам, к жёлтым цветам, к осени, к какому-то циклу жизни, да, определённой черте в цикле жизни и так далее. И вот такие натюрморты, мы знаем, что натюрморт – это мёртвая природа, наблюдая за творчеством Ильи Дмитриевича Лиханова, всё-таки не поворачивается язык назвать мёртвой природой. Расскажите, пожалуйста, о своём рабочем режиме. Как часто вы работаете, в какие часы дня или ночи? Это круглосуточная работа или как-то по настроению? Почти каждый день, независимо от настроения. К вам в мастерскую приходят ученики? Над кем-то шефство вы берёте? Да, приезжают ко мне, да, с Хабаровска. Вот за последние годы были ли такие ребята, юноши, девушки, молодые художники, в которых вы видели талант, настоящий талант? Вот. Как много вообще таких? Да пока не видел. Ну, может быть, было, я бы, может, не заметил. Можно ремесло научиться, а искусству нет. Я так думаю. Это моя внучка, сын и дочка. Ну и внук оленький. Вот этот? Да. Просите их, ну, тех, кто постарше, понятно, там, посидеть, попозировать? Либо вы, как вот вы ловите? Не, я никого не прошу. Иногда. Так, издалека. Зарез ловочки сделаю, и всё, больше ничего не делаю. Ну, а я потому что пишу только с натуры. Ничего не выдумываю. Зачем выдумывать? А по памяти не пишете? Вот где-то увидели что-то, а потом дома? Не, я не пишу. Иногда просто заделываю по впечатлению. Это вид из вашего окна? Ну. А это залив. Все печали. За что любите вот свою малую родину? Почему бы не остаться на Западе? Ведь у вас-то мы учителя были, вы там учились, и, казалось бы, возможностей может быть больше. Не знаю, просто домой хотелось. Ну, кто-то же должен на Дальнем Востоке работать. Да я сейчас пиздары пишу. Ну, сейчас зима будет, может, на тюрьморты писать буду. Ни одной тематической работы у меня практически нет. Вот и всё. Да? Я ничего не придумаю. Лень придумывать. Большинство его портретов, которые он делает, в всяком случае, ранних, они выполнены в более такой темной, наверное, больше характерной именно дальневосточной гамме. Но, тем не менее, всё-таки больше он концентрируется не столько на реалистичности изображения, сколько на характере и своём собственном отношении как художника к портретируемым. И даже к самому себе, если мы говорим об автопортретах, то есть это отсутствие лоска, это отсутствие в то же время какой-то сильной критики, но это всегда такая аналитическая оценка, но больше с позитивной точки зрения. В работах Ильи Дмитриевича как будто бы угадывается такой достаточно чёткий центр тяжести. Например, его натюрморты – это натюрморты плоскостные, в то же время они объёмные. То есть искажённая перспектива создаёт впечатление, как будто бы предметы выпадут сейчас на зрителя, и мы сможем их поднять, потрогать руками. Это интересное вообще свойство, потому что плоскостное изображение вдруг начинает играть не только в 3D пространстве, в 4D пространстве, как сейчас говорят, а вообще в многомерном пространстве, неизмеримом. То есть и появляется и физика твёрдого тела, то есть мы ощущаем вот это движение падения. И появляется воздух, то есть противоположный вектор, когда картина как невесомая поднимается как будто бы вверх. И поэтика цвета, поэтика живописи, то есть чем полотно легче, чем дальше центр, точнее часть работы от центра тяжести, тем светлее сама по себе цветовая гамма, и она становится всё легче, такая как будто бы зефирная, что ли. И это делает работы невероятно многогранными, полимерными, то есть даже ни 3D, ни 4D, как я уже сказала, невероятное количество пространства и объёма в них появляется. Творчество Ильи Дмитриевича Лиханова – это, конечно, в большей степени именно выражение собственного отношения к тому или иному явлению, предмету, человеку и так далее. Есть работы осязаемые, реалистичные, в которых угадываются формы предмета, человека, явления и так далее. А есть формы более абстрактные, где лишь название нам выдаёт о том, что происходит на картине, какие-то сюжетные моменты, как в данном случае перед нами рыбаки, рыбаки-ледоход, так называется это полотно. И здесь даже не угадывается льда, потому что гамма выбирается очень тёмно, это чёрный, сиреневый цвет, где-то проблески зелёного, что, наверное, даже с первым ледоколом вага ещё не очень хорошо вяжется. И даже не угадываются фигуры рыбаков, и эта картина не считывается даже на отдалении, потому что очень многие знают, что чем дальше ты отходишь от картины, тем больше мозаика складывается во что-то целостное. Но здесь даже этого эффекта не наблюдается. То есть это искреннее отношение художника к форме, к явлению, как к чему-то самоценному, не нуждающемуся в какой-то конкретике. Выставка Ильи Лиханова открылась в Дальневосточном художественном музее. Живописи-графику мастера можно увидеть до 30 ноября. Замечательный, солнечный человек, радостный. Вы, наверное, даже по вот этим краскам видите, насколько у него яркая, интересная душа. Сам по себе он закрытый человек, но работы, скажем так, раскрывают его внутренний мир. Вдохновение он черпает от всего буквально. Очень эмоциональный, очень тонкий, великолепный живописец, тонкий колорист. То есть, могу сказать, только хорошее, восторг, восхищение. Очень красивая, прекрасная, вдохновенная выставка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова